Здравствуйте! Как обычно, по пятницам в это время в Доле мы рассказываем истории удивительных и прекрасных женщин, которые делают этот мир лучше, удобнее и как-то более возможным для жизни, что ли. 65 10 99 и 6 наш московский телефон, Финам.фм наш сайт, заходите на страничку программы в Доле. Сегодня с нами гендиректор сети Пандора в России Ольга Еремеева. Здрасте, Оля. Здравствуйте! А скажите, пожалуйста, расскажите про свою компанию. Пандора – это что-то такое, у людей, которые не посвящены в то, что за бренд, я думаю, вызывает самые сказочные ассоциации. Ну, Пандора – это действительно сказка, и мне кажется, что это бренд, который не любить невозможно. Он настолько интересен, настолько уникален, что каждый раз, работаю уже в этой компании три года, приходя в наши магазины, я не устаю удивляться тому, насколько может быть богата фантазия у дизайнеров, которые придумывают эти прекрасные ювелирные украшения. Я могу рассказать про Пандору бесконечно и вечно, мне кажется. Но это ювелирная сеть, датская, правильно? Это датская ювелирная сеть. Существует по всему миру. Существует по всему миру, везде очень популярна бренд третий в мире по обороту ювелирных украшений. И в Россию он оказался благодаря вам? Ну, не совсем так. Он оказался благодаря Максиму Ногаткову, и огромное ему за это спасибо, потому что он привлек меня к развитию этого бренда в России. Я ему бесконечно благодарна за это. Сколько сейчас магазинов у Пандоры в России? На сегодняшний день 97, но эта цифра постоянно меняется, потому что мы каждый месяц открываем по 5-6 магазинов. И к концу года планируем, что их будет 121. Во всех городах? Практически во всех городах, но по крайней мере крупных в России мы присутствуем. Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск. Вот, надеюсь, скоро откроем на моей исторической родине в Томске. И весь ассортимент, который представлен в России, он ничем не отличается от того, что мы можем увидеть в Европе. То есть мы в этом смысле абсолютно интегрированы в Запад клиент. Абсолютно, да. Мы стараемся максимально быстро доставить продукцию к новым коллекциям. Коллекции поступают в ювелирную сеть Пандоры во всем мире одновременно. И вот мы будем рады видеть наших покупателей 2 сентября в наших магазинах, когда поступит уже новая осенняя коллекция. Скажите, пожалуйста, ведь ювелирный бизнес, которым вы занимаетесь 3 года, абсолютно не ваша специализация изначальная. И как вы в нем оказались вообще удивительно? Вы совсем другими бизнесами занимались до этого много-много лет и были в них очень успешны. Ну, видимо, судьба. Мне очень нравится. Вообще, я очень люблю украшения. И как сорока люблю, чтобы все блестело, было красиво, нарядно. И поэтому, видимо, я шла к этому всю свою жизнь и вот наконец-то получила в подарок от судьбы тот бизнес, который мне действительно нравится. И я с огромным увлечением занимаюсь им. А до этого, да, действительно, я занималась и работала в многих других компаниях. Это была и «Розница», «Рибок», компания «Вещь», занималась рекламой в компании «Видео Интернешнл», системной интеграцией в компании «ИБС», производством соков в компании «Нидан». То есть биография богатая. Но у вас экономическое образование, и, в принципе, наверное, вы один из немногих людей, вот наших героев, который действительно получил образование и стал его дальше применять на практике, хотя бы как-то вообще в той сфере деятельности, в которой, в общем, человек с экономическим образованием должен реализовываться. Обычно у нас женщины бывают и педагоги, и переводчики, я не знаю, медики, и делают бизнес совершенно с нуля, из ничего, и набивают себе шишки. Ваше экономическое образование, МГУшное, вообще помогло вам на начальных этапах, когда вы стали бизнесом заниматься? Очень помогло. Я считаю, что университет дал мне самое главное в жизни, умение работать в бизнесе, а именно умение учиться. То есть я не боюсь ничего нового, потому что я понимаю, что у меня есть навыки обучения. Если мне что-то надо узнать новое, для меня это не составляет труда. Я просто понимаю, как системно и где это можно эту информацию раздобыть, почерпнуть. Поэтому меня никакие новые проекты абсолютно не пугают. Наоборот, это вот какой-то драйв такой, что-то новое, неизведанное. Конечно, поначалу было очень сложно в ювелирке, потому что это абсолютно новый для меня бизнес. И, наверное, я так иногда, возвращаясь назад, думаю, что если бы в тот момент, когда мне предложили заняться ювелирным бизнесом, я действительно реально понимала, что он из себя представляет, возможно, я бы, может быть, чуть-чуть испугалась. А что он из себя представляет? Ну, это действительно достаточно серьезные проблемы с клеймением продукции, это импорт продукции. Специфика работы с ювелирными украшениями, она достаточно серьезная. Это из-за того, что у нас законы сложные в плане ввоза? Законы у нас просто очень старые, очень старые и несовершенные. Мы поднимали вопрос в Минфине о том, что требуется определенное совершенствование законов, связанных с оборотом драгметаллов. Надеемся, что наши слова будут услышаны и помощь какая-то будет оказана. Но, тем не менее, ничего невозможно в этой жизни нет, главное желание. Я свято верю в то, что человек, если что-то реально хочет добиться, он всегда этого добьется. А как думаете, почему именно вы, почему Максим обратился к вам, чтобы именно вы возглавили Пандору в России и развивали этот бренд здесь? Он знал, что вы любите украшения? А, не думаю. Или он сталкивался с вами на бизнес-поле и имел представление о ваших способностях? Нет, до работы в Пандоре я никогда раньше не встречалась с Максимом. Это, видимо, просто профессиональная работа хэдхантеров, которые пригласили меня на собеседование с Максимом. Ну и вот уж чем я ему приглянулась, не знаю. Но по факту я здесь. Для вас это было тоже ведь, наверное, каким-то вызовом, да, с одной стороны, ты любишь украшения, с другой стороны, люди, которые, например, любят моду или продают одежду, сами перестают вообще заниматься шопингом и одеваться красиво, потому что от этого всего уже мутит. Когда это становится твоим делом, ты перестаешь получать удовольствие как клиент, да, или, я не знаю, как режиссеры, когда они снимают фильм, они не могут смотреть кино уже сами нормально, как зрители. Когда вам предложили этот бизнес, были какие-то сомнения, стоит за него браться или нет? Ну, на самом деле, особых сомнений не было. Правда, на тот момент я развивала, хотела развивать свой собственный образовательный проект, но, возможно, просто сам бренд заворожил меня, и поэтому я все-таки приняла решение заняться им. Ну, вот. Ну, а как вы думаете, он, наверное, ведь когда с хэдхантерами общался и собеседовал не только вас? Наверное, да. Насколько я знаю, человека искали месяца четыре, наверное. Чем вы его взяли? Как вы думаете, какие ваши качества, кроме вашего списка, богатого списка, в общем-то, резюме и классных каких-то должностей, то, что вы входили в список самых влиятельных женщин в России в свое время, это, конечно, тоже аргумент, но тем не менее. Вы знаете, мне кажется, что у Максима вообще очень удивительная способность как-то глубоко смотреть в людей, искать в команду тех людей, которые нужны именно ему. Я об этом услышала от хэдхантеров, когда мне предложили встретиться с ним, но, честно говоря, не поверила, потому что решила, что это, ну, как обычно говорят, да, чтобы привлечь какое-то внимание. Но по факту, проработав вот с коллегами из группы, я поняла, что благодаря Максиму в команде создано, знаете, вот такое удивительное чувство локтя, что ли, да. Да, независимо от того, в какой компании группы ты работаешь, люди всегда с радостью готовы тебе помочь, с каким бы вопросом ты ни обратился. То есть это определенная культура, и культура, это воспитывается, она не берется сама по себе, да, это, видимо, пример, который показывается непосредственно акционерам. Ну, а теперь вы, в общем, как генеральный директор, сами уже набираете команду и создаете вокруг себя тот человеческий какой-то, не знаю, микроклимат, в котором все должно цвести, благоухать и развиваться. Как вам это удается, об этом расскажем после новостей. Оставайтесь с нами в доле, гендиректор сети «Пандора» Ольга Еремеева. С нами в доле гендиректор сети «Пандора» в России, замечательный ювелирный бренд Ольга Еремеева, 6510996, Московский телефон. Если хотите задать вопрос в интернете, заходите на финам.фм, на страничку программы «В доле». Оль, вы вот к тому времени, как началась «Пандора», все-таки были уже серьезной величиной в бизнесе и в разных бизнесах, и вполне могли уже заниматься собственным каким-то делом. Не странно было идти на собеседование вообще? Ну, как-никак, все равно какой-то кастинг. Все равно неоднозначно выбирают только тебя, а вот еще к тебе есть какие-то вопросы, и ты оказываешься в каком-то таком, ну, в состоянии подчиненного, как минимум. Ну, на самом деле нет. Во-первых, потому что всегда интересна встреча с новыми людьми и общение. Тем более, что меня заинтриговали, сказав, что это какой-то абсолютно новый проект, стартап. Я вообще люблю очень все новое. Для меня это, ну, определенный такой челлендж. Особенно, когда стартапом оказывается всемирно известный бренд. Да, да, но надо отметить, что на самом деле на тот момент я не знала, что такое Пандора, и узнала об этом только когда поехала, то есть согласившись принять предложение, я поехала в отпуск отдохнуть перед новой работой. И на побережье Испании, увидев людей, которые ходят, предлагают фейклу и витону, подделки, они предлагали в том числе вот очки Ray-Ban и ювелирные изделия Пандоры. Я поняла, ого, вот это да, значит, действительно, дело серьезное. Если китайцы так стараются. Но, насколько я понимаю, это не просто было стартапом, а это был еще и такой вызов, срастется, не срастется, поскольку вам за очень короткий срок нужно было из стартапа сделать уже полноценную бизнес-историю. Ну, вы знаете, я, наверное, вот уже задним умом анализирую и понимаю, что если бы на тот момент я действительно понимала, что мне предстоит сделать за те сроки, которые нужно было сделать, а именно до конца года нам нужно было открыть порядка 10 магазинов, а пришла я 10 августа. Ну, в общем, срок был просто, прямо скажем, очень небольшой, вот, и команда с нуля, было действительно очень тяжело, и вот повторюсь, что если бы я знала на тот момент, что будут такие, столкнулись с такими задачами, возможно, я бы и не согласилась. Но, поскольку я не знала ничего, и вот этой серии, когда глаза боятся, руки делают, то я вышла, ну, и засучила рукава, а потом уже отступать некуда. Еще в отпуск успела съездить. Некуда было, да. Ну, я в отпуск до того съездила, да. Вот. Но отступать не в моем характере, поэтому, когда я взялась уже за дело, ну, я не могу отступить назад, мне надо довести его до конца. Да, опять-таки, ну, в первые дни очень хорошо помогала команда Связнова, да, для того, чтобы можно было, ну, по крайней мере, кабинет у нас был общий, в переговорной какой-то, в обучающем классе Связнова. Мы сидели там, четыре человека нашей команды первые, первые люди, которые были взяты на работу. Но так потихонечку компания росла, и к концу десятого года мы умудрились открыть шесть магазинов. Первый магазин мы открывали в Питере, в торговый центр «Стокман». Я прекрасно помню, как в шесть часов утра в полном изнеможении, собирая вот эти вот браслеты, мы лежали на полу, а в девять часов магазин должен был открыть свои двери. И вы должны были быть в полном параде, встречать гостей в макияже, с улыбкой. Да, и, в общем, мы успели быстренько принять душ, и в десять часов прибежали в магазин и распахнули двери для первых посетителей. Конечно, не все выдерживали такой ритм, некоторые люди приходили в компанию, ходили, потому что, ну, реально было сложно, тяжело, хотя каждому приходящему я с самого начала говорила, что стартап — это нелегко, но зато потом, в будущем, вы всегда будете с гордостью вспоминать, что вы это сделали. Ставили у истоков. И мне кажется, что это ни с чем не сравнимое чувство, когда ты понимаешь сопричастность к тому, что было сделано. Мне еще кажется, вот уникальность вашей истории в том, что вы развиваете западный бренд здесь, и, наверное, какая-то часть западной культуры, бизнес-культуры, так или иначе, в вашей работе присутствует. То, что это датский бренд, то, что это международная компания, всемирно известная, помогает в России делать бизнес или, наоборот, усложняет? Ну, конечно, сила бренда, ее никуда не денешь, да, то есть понятно, что это упрощает все-таки работу, но есть определенные сложности, связанные с тем, что глобальная компания, она воспринимает мир глобально, поэтому... Много бюрократии. Даже не бюрократии, бюрократии-то как раз может быть не так много. Скорее, разрабатываются какие-то вещи без особого внимания к странным культурам, то есть к культуре страны, в которую заходят, к каким-то особенностям и так далее. Соответственно, приходится что-то менять, что-то доказывать, что нужно не так, а вот так. Ну, например, в большинстве стран мира нет такого праздника 8 марта, а у нас это прекрасный, замечательный женский праздник, поэтому нам потребовалось доказывать, как смещать сезональность в России. То есть это все работа, притирка какая-то, но опять-таки я считаю, что команда у самой Пандоры, она действительно какая-то очень интересная и уникальная. У вас чисто русский сейчас состав в команде людей или приезжают иностранцы, консультировать, поддерживать? Сама компания в России, она абсолютно русская, это российское юридическое лицо, но мы очень плотно работаем с Восточной Европой, офисом в Польше, в котором работают в том числе и датчане, очень плотно взаимодействуем, то есть наши сотрудники ездят обучаться в Данию, проходят различные конференции, то есть мы постоянно взаимодействуем буквально на ежедневном уровне. А вам пришлось ездить учиться чему-то именно с точки зрения специфики ведения ювелирного бизнеса? Да нет, как-то вот не успела, да, сразу место в карьер, и знаете, как говорят китайцы, чтобы научиться плавать, надо плавать в глубокой воде, вот мы так же нырнули, но, слава богу, вы нырнули. Из вашего предыдущего бизнес-опыта настолько разнообразно, столько было разных полей, да, там спортивная обувь и одежда, соки, не знаю, нефтяные бизнесы какие-то, реклама. Что вам действительно по-настоящему пригодилось уже здесь, в Пандоре? Вы знаете, пригодилось все, потому что на самом деле я начинала свою карьеру как главный бухгалтер, затем стала финансовым менеджером, финансовым директором, и в конечном итоге доросла до генерального директора. И именно то, что я работала в разных областях деятельности, IT, реклама, это дало мне понимание вообще бизнеса в целом, да, то есть различные составные части, скажем так. Ну и, конечно, сам факт того, что у меня финансовый бэкграунд очень сильно помогает в управлении компанией, потому что я, как никто, наверное, умею считать деньги, понимаю, где они могут быть спрятаны, и как их оттуда можно достать и грамотно использовать. Это, конечно, очень положительный опыт, я считаю. И хотя, насколько я знаю, редко, когда финансовые директора становятся генеральными, на мой взгляд, это вот прям не совсем правильная политика, потому что... У нас на MTV, кстати, так было тоже, да, финансовый директор стал генеральным и вполне успешно компанию развивали. Ну вот правильно, потому что люди, которые знают финансы, они хорошо понимают экономику компании, значит, вероятность того, что она станет успешной, достаточно велика. Хотя, с другой стороны, ну, никто не отменял творческую составляющую. Когда финансы сталкиваются с креативом, может быть, это не всегда успешный вариант. Да, а вот в этом мне как раз помогло то, что я почти пять лет проработала Video International с совершенно потрясающей креативной командой, и мы до сих пор общаемся. И вот сегодня я после эфира еду встречаться со своим старым знакомом Сашей Романовым, который сейчас возглавляет агентство Денсу, и мы сотрудничаем с этим агентством. Да, и, кстати, я думаю, что благодаря работе Video International у вас прекрасные связи, в том числе и с прессой, потому что Пандора в России, я не знаю, на Западе это практикуется или нет, но у нас вы устраиваете какие-то постоянно удивительные мероприятия для прессы, какие-то очень классные вечеринки, какие-то презентации коллекции, довольно необычные. И это тоже неплохой способ продвижения бренда, и, скажем так, его обаяние, мне по его обаянию поддаются, мне кажется, даже самые проженные уже, гламурные журналисты. Это ваше решение, вот как-то так плотно общаться с прессой или, не знаю, с любимыми клиентами, или это такой общий стиль Пандоры. Ну, вы знаете, мне очень приятно слышать, конечно, такие слова. Не, ну я просто как человек, который бывал пару раз на ваших мероприятиях и сама уже попала под это обаяние, просто довольно редко встречаю подобные отношения к клиентам у большинства брендов, хотя мы все их любим, мы их носим, но как-то не все, говоря, жестким языком заморачиваются. Ну, вы знаете, наверное, несмотря на банальность фразы о том, что миром правит любовь, это на самом деле так, потому что мне кажется, что вот все сотрудники, которые работают в компании, они очень любят Пандору и пытаются как бы донести эту любовь, что ли, и до клиентов, и для журналистов, вообще до всего окружающего мира. У меня в команде, которая занимается маркетингом, работают прекрасные профессионалы, у нас замечательный консультант. К сожалению, вот до сих пор нету маркетинг-директора, мы все находимся в поиске, уже третий год. Но благодаря помощи нашего консультанта Яны Стеблевой, прекрасный пиар-директор Маша Краснова, и вот благодаря девочкам, которые давно и прекрасно работают в маркетинге, мы вот делаем эти мероприятия. Спасибо им большое. Спасибо им действительно от меня, как от клиента. Продолжим общение после новостей на стенах. С нами в доле гендиректор сети Пандора в России Ольга Еремеева. Мы говорим о женщине в бизнесе, о доле женщины в бизнесе, и сегодня у нас такая приятная история, бизнес, ювелирные красивые штучки, которые мы, девочки, все очень любим. Вы говорите, что до сих пор не нашли маркетингового директора. Это потому, что вы очень его как-то придирчиво отбираете, или просто не встретили своего человека? В чем проблема? Наверное, не встретила своего человека. В принципе, я не исключаю, что со мной достаточно сложно работать. Я очень много требую от людей, может быть, потому что сама стараюсь максимально отдаваться работе, и мне хочется иметь такую же команду вокруг себя. Поэтому пока не нашла такого человека, но свято верю в то, что рано или поздно он рядом окажется. А что кроме трудолюбия, готовности лежа на полу в 6 утра делать дела от него требуется? Каким должен быть ваш маркетинговый директора? Вообще, мне нравится иметь дело с профессионалами, с людьми, которые не просто приходят на работу, знаете, что называется, отсидеть с 9 до 6, или до 8, или даже до 10, если начальство попросит, а реально креативные люди в работе. Я считаю, что даже работа бухгалтера, она креативная. Все зависит от отношения человека к работе, любит он ее, интересно ему работать или нет. Всегда сотрудникам своим говорю, что мы проводим на работе 75% своей жизни, 60%. Это надо просто себя не любить и не уважать для того, чтобы работать там, где тебе неинтересно работать. Потому что, по сути дела, это означает, что свою жизнь выбрасываешь просто впустую. Да, но очень многие люди так живут, потому что страшно что-то менять, потому что есть определенный уровень, который надо поддерживать, есть зарплата. Вот я ненавижу свою работу, думает кто-то, но я получаю здесь вот эти деньги, а если я без них останусь, что я буду делать, как? Неизвестно же, найду я что-то иное. Ну, конечно, любая точка зрения имеет право на существование, но не в моей команде. Вот мне с такими людьми неинтересно, а им тяжело со мной, поэтому даже когда такие люди случайно попадают в команду, они достаточно быстро понимают, что нам не по пути и уходят. А вам самой случалось так, вот просто бросать все, уходить, и начинать с чистого листа в никуда? Да нет, как-то получалось всегда, что меня откуда-то переманивали куда-то. Ну вот это тоже такое удивительное качество и умение, да, как-то так выстроить вообще вокруг себя пространство, чтобы ты был незаменим и необходим. Хотя, вроде как говорят, незаменимых у нас нет. Незаменимых точно нету, и меня прекрасно заменяли, когда я покидала компанию. Ну, не знаю, наверное, это все-таки желание быть востребованной постоянно. И мне действительно, я себя чувствую некомфортно, когда вокруг меня что-то не кипит, бурлит, не шуршит, не шевелится. Если это будет тихо и спокойно, я сама начну всех шебуршить и не давать спокойно жить. Ну так. Все-таки быть генеральным директором — это особый род ответственности. Вы были директором финансовым, но чем это отличается от вашего нынешнего положения? И нравится ли вам вообще быть женщиной-начальником? Я, честно говоря, не задумывалась, нравится ли мне быть начальником или нет. Я точно понимаю, что мне нравится выстраивать бизнесы, мне нравится выстраивать новые проекты. А какая роль при этом? Ну, начальник, конечно, хорошо. Это приятно быть руководителем. Больше приятно, чем геморройно. И то, и другое, на самом деле. Потому что ответственность действительно большая. И ты понимаешь, что ты несешь ответственность и перед сотрудниками, и перед акционером, и вообще перед партнерами. Ответственность действительно большая. Мне кажется, знаете, здесь еще вот, что играет важную роль? То, что человек должен не бояться ответственности абсолютно точно. Уметь брать ее на себя и уметь принимать решения даже те, которые, возможно, не совсем приятно принимать. В том числе и об увольнении каких-то людей. Это тяжело. Ты понимаешь, что за этим, может быть, стоят люди, семья и так далее. Но бизнес есть бизнес, и иногда приходится принимать не самые популярные меры. Скажите, как вы думаете, вот ювелирный бизнес – это женский бизнес? Или здесь невозможно делить на гендерные признаки? Это просто такое же дело, как, не знаю, нефтянка или добыча газа? Наверное, вот я думаю, что любой бизнес – это бизнес в первую очередь. Неважно, что это нефтянка или это ювелирный бизнес. Везде нужен профессионализм, везде нужно понимание того, что ты хочешь делать и куда ты идешь, независимо от того, кто ты мужчина или женщина. У нас в компании работает достаточно много мужчин, на удивление, да. И, в принципе, даже такой баланс редкий для фэшн-компании, а «Пандора» в ювелирке относится к фэшн-компаниям. Где-то порядка 60 на 40, то есть достаточно хорошее такое соотношение мужского и женского населения в компании. А как вы думаете, какие-то ваши чисто женские качества помогают вам держаться в этом бизнесе и им управлять? Или если бы на вашем месте был мужчина, все двигалось бы приблизительно так же? Вы знаете, мне кажется, что у женщины в бизнесе есть определенная своя стратегия. И поскольку женщины более эмоциональные натуры, нежели мужчины, то они придают бизнесу больше эмоциональности. Учитывая тот факт, что «Пандора» очень эмоциональный бренд, я думаю, что в данном случае это скорее плюс, чем минус. «Пандора» эмоциональный бренд, вы правильно сказали, это бренд, у которого есть легенда. То есть это не просто какие-то украшения, это каждый раз какая-то история. И клиенты приходят за этой историей, собственно. Вам приходилось как-то что-то добавлять к этой легенде уже от себя здесь в России? И вообще сложно поддерживать вот этот образ ее здесь у нас в стране. Как-то женщины готовы тоже приходить не просто за ювелирными украшениями, а именно за этими, именно потому что они такие, именно потому что у них такой имидж и прочее. Мне кажется, что история и легенда «Пандоры» пришлась по душе российским женщинам, потому что мы видим это по количеству наших клиентов, по девушкам, которые к нам приходят с горящими глазами. И мне кажется, это действительно удивительная история. Я сама не перестаю коллекционировать изделия «Пандоры». Мне просто доставляет это реально удовольствие. В свое время я начала с первого шармика в виде пчелки, потому что понимая, что мне над этим проектом придется трудиться как пчеле, я его прям повесила себе на браслеты, и первые три месяца я спала с этим браслетом, с этой пчелкой под щекой. Мне казалось, что в этом случае я буду просто лучше чувствовать бренд. И мне очень хочется, чтобы все наши покупательницы так же трепетно относились к нашему бренду, потому что, на мой взгляд, он волшебный. Он позволяет реально рассказать свою историю, не похожую ни на какую другую, потому что каждая жизнь уникальна, и каждый день уникален. И события каждого дня хочется запомнить каким-то образом. Ну, если не получается каждый день, то хотя бы иногда. Ну да, и как-то вот отметить… Я же только раз рассказывала эту историю. Ну, действительно, ты покупаешь какие-то брелочки, думаешь о том, о чем ты мечтаешь, там, я не знаю, домик, ребенок, машинка… Сбывается. Да, говорят, сбывается, и не только у меня. У вас сбывалось что-нибудь? Ну как, я вот… Кроме пчелки. Пчелка сбылась, конечно же. На самом деле, я своему сыну подарила браслет с топкой книг и мудрой совой с назиданием о том, чтобы он хорошо учился. И в этом году сбылась его мечта, он поступил в лондонскую школу экономики. Так что, вот, тоже сбылось. Будет помогать потом вам делать бизнес? Посмотрим, поживем, увидим. У Пандоры, помимо какого-то вот образа бренда, есть совершенно четкий образ того, как вы должны выглядеть магазины. Это тоже такая мировая установка? Или вы сами занимаетесь здесь дизайном и определяете, как это все должно быть в едином таком стиле, в совершенно определенном образом. Все магазины, в принципе, похожи по своему внешнему такому очень приятному дизайну виду. Да, действительно, у Пандоры отличающийся дизайн. Есть же какой-то байбл, да, на весь мир? Да-да-да, конечно, гайдлайн с определенными правилами дизайна магазина, с очень таким датским, мне кажется, привкусом. Белая мебель – это то, что не свойственно, в общем-то, ювелирным магазинам. Обычно это все достаточно богато, затемнено, а здесь светло, просторно. Мне кажется, что это действительно дает какое-то ощущение полета. Наши прекрасные люстры в виде почти что-то торта или пирожного, но очень красивое тоже. Дизайн везде одинаковый по всему миру. А датчане приезжали делать дизайн магазинов? Нет, мы делаем дизайн в Москве, но всегда согласовываем его в Дании. А кто, как вам кажется, главные клиенты Пандоры? На кого вообще бренд ориентируется в России? Наша целевая аудитория – это женщина от 25 до 45 лет. То есть достаточно большая, широкая. И мне кажется, что на самом деле наш бренд могут любить и девушки моложе, и женщины старше. То есть в принципе это бренд для любого и каждого. И не только для девушек. И не только для девушек. Если ваш сын носит браслет, значит мальчикам тоже можно? Мальчики тоже носят кожаные браслеты, прекрасно смотрятся. Как вы думаете, а за счет чего Пандора так быстро вышла на российский рынок, и так быстро завоевала сердца россиян, и так успешно держится на рынке сегодня? Ну, этому есть много причин. Во-первых, сам по себе бренд достаточно известный. Но ведь вы его не знали, и большинство женщин, я думаю, у нас не были с ним знакомы до сих пор. Да, нам удалось не сделать ни одной маркетинговой ошибки. Это тоже весьма, на мой взгляд, важно. В-третьих, мы очень быстро развивали дистрибуцию. И это тоже дало… Знаете, когда магазины на виду, люди волей-неволей начинают узнавать бренд. Ну и, конечно же, все-таки сама вот эта вот концепция, то, что нам удалось донести ее до потребителя, не деформировав эту идею, наверное, это и есть слагаемый успех. То, что ты можешь собрать себе изделие из своих собственных ингредиентов себе по душе. Да, то есть то, что ты выступаешь дизайнером своего ювелирного украшения, и оно не похоже ни на одно другое. То есть мы все стремимся к индивидуальности, и, наверное, в этом секрет успеха. Да, но, с другой стороны, вы сами говорили о том, что популярность Пандоры в мире настолько велика, что есть огромное количество и подделок, и копий, и каких-то более бюджетных, наоборот, историй, которые делают что-то похожее. И, в принципе, внешне, может быть, даже не всегда, на первый взгляд, отличимое. Вам приходится с этим бороться? И это в России тоже так же сильно уже сейчас заметно, как на Западе? К счастью, пока еще нет. То есть понятно, что подделки, конечно, есть, как у любого успешного бренда. А как мы убиваем конкурентов, мы поговорим после новостей на Финаме. Оставайтесь с нами, Ольга Еремеева. Сегодня мы в доле с гендиректором сети «Пандора» в Россию на студии Ольга Еремеева. Мы остановились на конкурентах до новостей. Приходится бороться здесь с подделками? Знаете, к счастью, пока подделок не так много. Но хочешь жить в мире, готовься к войне. Поэтому мы уже потихонечку начинаем собирать информацию. Есть сайты, которые предлагают якобы изделия «Пандоры». То есть мы начинаем с этим бороться при помощи юристов и начинаем заниматься этим. Конечно, не очень приятно это делать, но что… Но одно дело подделки, а другое дело просто, когда какие-то бренды под собственным именем начинают делать аналогичные вещи. От этого, к сожалению, никто не застрахован, да, потому что мы все понимаем, что имитация успешных брендов во всем мире существовала всегда. А это результат их успешности, собственно. Да, абсолютно верно. Поэтому от этого никуда не денешься. Но я надеюсь, что все-таки истинные приверженцы бренда «Пандора» и настоящие лояльные наши клиенты, они останутся с нами надолго и не изменят своему любимому бренду. Вы говорили о том, что когда вы пришли в «Пандору», у вас был свой образовательный проект. Вы его забросили? Ну, пока приходится заниматься другим, но тоже очень приятным для себя делом. Возможно, когда-нибудь я возобновлю его, потому что мне он тоже кажется очень интересным. Просто я думала о том, что, наверное, следующим шагом для вас должен быть какой-то уже совершенно отдельный собственный бизнес. Или пока на посту генерального директора вам вполне комфортно? Вы знаете, мне на каком-то из интервью в конце задали вопрос, как вы ощущаете себя владельцем бизнеса. И были крайне удивлены, когда выяснили, что я вовсе не владелец. Потому что они говорят, ну как же так? Вот вы говорили о бизнесе так, как будто он ваш собственный. Действительно, вот сколько я себя помню, я всегда относилась к бизнесу компании, в которой я работала, как к своему собственному. Это тоже мне дало какое-то понимание лучше, потому что я пыталась всегда разобраться, как это все работает, какие алгоритмы, какие механизмы. Возможно, да, что следующим шагом будет уже что-то свое. Это будет ювелирный бизнес? Пока не знаю. Но в любом случае сегодня вы уже с ним на «ты». Надеюсь, что да. Хотя учиться есть чему постоянно и всегда. А чего вам не хватает? Вы знаете, самого знания ювелирки. Я абсолютно профан в гемологии, например. И, конечно, очень хочется научиться разбираться в камнях. Пока, к сожалению, на это не хватает времени. Но надеюсь, что тоже найду где-нибудь, выкрою. А у вас хватает времени? Вы можете, например, прийти в магазин и самой собрать какие-нибудь чармы для витрины? Что-то вот такое, как-то вот прям своими руками, вы, не знаю, там, разложить изделия? Или это уже… Знаете… Для генерального директора это уже неэтично. Нет, любой труд этичен. И первые 10 магазинов я очень плотно участвовала в открытии. Их собирала, браслеты, собирала треи, выкладывала, берковала, клеила этикетки. И занималась всем для того, чтобы понять вообще все бизнес-процессы в компании. Сейчас, конечно, это происходит все реже и реже. Во-первых, потому что магазины открываются зачастую далеко от Москвы. И не всегда хватает времени туда ездить. Но, по крайней мере, одно я делаю точно. Каждое утро я начинаю с того, что я заезжаю в какой-либо из наших магазинов. Смотрю, что там, как, все ли в порядке, хватает ли товара, как выложен товар. Если что-то мне не нравится, я, конечно же, тут же сообщаю своим коллегам с просьбой исправить ситуацию. Каждое утро я начинаю с этого. Во сколько начинается ваш рабочий день? Мое утро или рабочий день? Да, рабочий день. Вот вы встали утром и поехали на работу. Во сколько в этом окажется? Обычно где-то в 8.30, в 9. И заканчиваете? Вот заканчиваю, я даже не знаю, когда, наверное, ближе к 2 часам ночи. А как же время для себя, любимый? Я не знаю, там, посидеть дома, почитать книжку, ходить на свидание, повстречаться с подружками. Вы не поверите, я успеваю всё это. Более того, я ещё, вот сейчас уже являюсь студенткой 5-го курса Высшей школы астрологии. Да вы что? Да, а 3 раза в неделю, между прочим, по 3 часа. Вы можете составить гороскоп? Могу, могу. И что, работает? Работает. Так вот в чём секрет вашего успеха. Вы ориентируетесь по звёздам? Пытаюсь. Что, правда действует? Конечно. Ну, по крайней мере, то, что касается психологических свойств характера, это абсолютно точно, я в этом глубоко убеждена. Как интересно. Вы первый человек у нас, который бизнес совмещается с эзотерикой в гостях. Потрясающе. А можно, наверное, согласно этому и команду набирать уже себе? Ну, теоретически можно, просто это требует ещё дополнительно время, а на это время нет. Поэтому я полагаюсь на свою интуицию и уже профессиональный опыт. Вот. Но и потом, я пока ещё только учусь. Да, я ещё не волшебник. Пять лет. Ну, это вообще, это очень серьёзное обучение, потому что знаний очень много, которые наши педагоги пытаются нам передать. Вот. Времени у меня, конечно, не хватает, но стараюсь в самолётах, в поездах, ночами, утрами, в машине где-то как-то слушать лекции. А какие там предметы? Предметы самые разные, например, там астрология медицинская, синострия, это астрология совместимости характеров. Предметов много, ну, пять лет учат. С ума сойти. И у вас хватает на это времени. А сын сейчас уедет в Англию, там вам придётся тогда метаться между Москвой и Лондоном ещё? Ну, да. Но он у меня самостоятельный, потому что он до этого учился в школе, там, собственно, с 13 лет. Вот, поэтому для него это уже не так ново всё будет, наоборот, наверное, более близко и знакомо, нежели здесь, в Москве. Конечно, буду летать, буду помогать. Вот как раз четыре часа лёд, дополнительное время для того, чтобы послушать лекции, позаниматься. А чем ещё вам хотелось бы заняться, если бы у вас было чуть больше свободного времени? Ну, я обожаю книги, я мечтаю собрать библиотеку, я очень люблю читать, и мне катастрофически не хватает на это время. И второе хобби – это путешествие. Для меня, я лучше ночь не посплю, но куда-нибудь приеду в новый город, посмотрю его и утром улечу. Мне будет проще работать всю оставшуюся рабочую неделю, потому что я буду заряжена энергией нового места, нового города, новых людей, новых впечатлений. А что вы читаете сейчас? Вот в данный конкретный момент не читаю ничего, потому что абсолютно нет времени. И это, конечно, очень жаль, потому что обидно. Но вы читаете бумажные книги? Да. Я не могу привыкнуть читать с экрана. А это, между прочим, очень даже удобно, потому что с экраном можно читать в любом месте любую книжку. Знаете, я люблю запах книг и шелест страниц. Вот этого, к сожалению, интернет не даёт. Сегодня вы вполне успешная бизнес-вумен, которая за три года подняла огромную махину красивого ювелирного бизнеса в нашей стране. У нас теперь тоже есть Пандора. Раньше мы ездили за ней в Европу. В чём, как вы думаете, залог успеха женщины в бизнесе? И как ей удержаться на этой высокой должности, на этом олимпе, и при этом не потерять своих каких-то женских приоритетов, преференций, не потерять себя как женщину? Знаете, это, конечно, очень сложно, это трудно. Всё равно приходится чем-то жертвовать. Я не верю тем людям, которые говорят, что можно на 100% прекрасно совмещать бизнес, семью и что-то ещё. Конечно, приходится жертвовать. Но каждый человек всегда делает свой собственный выбор, и этот выбор его. Его лично он несёт за него ответственность как человек. И мне кажется, что независимо от того, будь ты мужчина или женщина, мы все просто люди, и каждый человек делает свой собственный выбор. Я сделала свой. Мне нравится заниматься бизнесом, мне нравится выполнять какие-то сложные задачи. Но при этом я действительно стараюсь уделять время и своему сыну, и чуть-чуть родителям по мере возможностей то, что удаётся, делаю. Вы говорите о том, что вы любите, чтобы вокруг вас всё бурлило и кипело, а если не будет бурлить и кипеть, то вы передадите ему ускорение с помощью какого-нибудь волшебного пинка. А бывает же такое, наверное, что у вас самой нет сил бурлить и кипеть? Вы знаете, когда у меня нет сил бурлить и кипеть, мне достаточно сделать две вещи. Первое – это пойти в книжный магазин и просто походить между полок, подержать в руках книги. Потому что когда я понимаю, что ещё столько всего неизведанного, то просто времени на то, чтобы предаваться сну или унынию нет. И второе – это общение с друзьями. Друзья в России. И в России, и за рубежом, по всему миру. Причём общение физическое, да? Да. Не по телефону, не по скайпу. Просто пойти куда-нибудь в кафе, даже если это будет 12 часов ночи, сесть, посидеть, выпить чашечку кофе или бокальчик вина, поговорить о жизни, что происходит, пожаловаться на то, что на работе очередные проблемы, снять какое-то душевное напряжение и снова в бой. Спасибо вам огромное, потому что этот бой, он достоин той победы, которую вы доказываете сегодняшним всем. Финам ФМ Спасибо.